Есть важные новости для водителей. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который увеличивает штраф за отсутствие полиса ОСАГО с 800 рублей до 5000. Какой причиной обусловлен такой рост, разбиралась Александра Якубчик. Иркутянка Мария два года за рулем автомобиля. Права получила в 19 и с тех пор практически ежедневно ездит на машине. Уже успела оценить, что личная машина это недешево. Кроме бензина и техобслуживания ежегодно приходится приобретать полис ОСАГО. А он для водителей с небольшим стажем дороже, чем для опытных автомобилистов. На оплату страхового полиса у меня уходит весомая часть моих доходов. Это примерно 18 тысяч в год. Да, сильно ударяет по бюджету, но зато это моя безопасность. Я уверена, что при наступлении страхового случая моя машина не останется без ремонта. Однако нет гарантии, что страховка будет у второго участника ДТП. По статистике в России без страховки разрешает от 2,5 до 3,5 миллионов человек. Это от 7 до 10% от общего числа шоферов. Мотив простой. Стоимость ОСАГО несколько тысяч рублей. Штраф за отсутствие полиса 800 рублей. Причина, наверное, единственная и самая основная. Это стоимость полиса ОСАГО. ОСАГО. Она возросла многократно. Многие предпочитают заплатить штраф, чем платить 40-х. Однако уже с 2025 года разница между штрафом и стоимостью ОСАГО не будет такой большой. В Госдуме в первом чтении принят законопроект, по которому наказание за отсутствие полиса возрастет до 5 тысяч рублей. Это по замыслу парламентариев должно остановить потенциальных нарушителей. За последние 11 месяцев в Иркутской области выписано 19,5 тысяч протоколов за отсутствие страховки. И каждый такой водитель создает потенциальную проблему законопослушным участникам движения. Когда происходит ДТП и нет страховки у виновника, ну, соответственно, страховая компания пострадавшего ничем помочь не может, потому что ОСАГО страхует только ответственность водителя. Впереди у законопроекта еще два чтения, но сама процедура получения полиса останется неизменной. А вот ответственность за нарушения возрастет в разы. Отправляясь в путь, не забудьте прихватить с собой полис ОСАГО. К концу 2026 года МВД планирует определять водителей без страховки с помощью камер дорожной фиксации. В связи с этим до 10 декабря этого года хотят нести поправки ко второму чтению, чтобы штрафовать можно было не чаще, чем раз в сутки. Иначе за день можно накопить столько штрафов, что они превысят стоимость автомобиля. Александр Якубчик, Владимир Пинаев. Новости по будням.